Напомним, первый этап транспортной реформы стартовал еще 1 апреля. Тогда скорректировали 18 автобусных маршрутов. Произошло это в Орджоникидзовском и Кировском районах, Дзержинском и Мотовилихинском. Теперь город на пороге второго этапа. Новые изменения произойдут 1 июня. Власти заявляют, что основная цель сбалансировать объем транспортной работы в центре Перми и остальных районах. Первый принцип – это развитие таких же внутрирайонных связей. Вот, например, на встрече в индустриальном районе жители просили связать объекты социальной инфраструктуры. Это органы соцзащиты, больницы, учреждения образования. В первый день лета в индустриальном районе появится три внутрирайонных маршрута. Еще одна важная задача, которую должно решить введение обновленной маршрутной сети – это сокращение пути при переездах из одного района в другой. Шестой маршрут у нас стал следовать на Первую-Вторую. При этом там увеличилось количество автобусов на две единицы, а также обновился подвижной состав. То есть это вот как раз пример тех изменений, которые должны произойти по большинству маршрутов нашего города. Кроме того, предполагается, что на самых востребованных маршрутах сократятся интервалы движения, а дублирование маршрутов в центре города станет меньше. Увеличится при этом количество пересадок. Это пассажиры, отправляющиеся по своим привычным направлениям, вскоре, безусловно, заметят. Чтобы построить маршрут следования с учетом вводимых изменений, можно воспользоваться планировщиком поездок. Отметим, новая модель транспортного обслуживания достаточно объемна. Она стартовала около двух лет назад. И внедрять ее в Перми до сих пор удавалось со скрипом. Из Перми исчезли троллейбусы, а от населения поступало множество критических отзывов. Схему маршрутов не раз дорабатывали. Если все пойдет по плану, то в середине лета этого года в трамвае или автобусе можно будет заплатить банковской картой. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...